Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Бог достоин этой славы! Амин! Ты можешь приветствовать того, кто рядом, сказать, ты правильно сделал, что ты сегодня здесь, на этом месте. Ты правильно сделал, что пришел на нашу конференцию. Ты правильно сделал и ожидай, что Бог сильно благословит тебя и твою жизнь. Давайте мы еще подарим аплодисменты нашим прославителям и левитам сегодня. Это было чудесно и потрясающе. Ну, можно аплодисменты хорошие сделать. Вообще, если у тебя есть эмоции, а они у тебя есть, у кого есть эмоции, помашите мне рукой. Мне специально фонарь включили, поэтому я вас не особо вижу. У кого эмоции есть? А у кого нету, помашите мне рукой. У кого нету? Поэтому, если тебя что-то будет касаться, реагируй. Амин! Ты можешь реагировать аплодисментами, ты можешь реагировать говорить амин, ты можешь проявлять свои эмоции, ведь мы же молодые люди. Я поздравляю каждого из вас, дорогие друзья, дорогие молодые парни и девушки с тем, что мы начинаем сегодня конференцию. И это не просто конференция, которая будет проходить два дня. Это конференция, которую мы учредили, и она будет проходить ежегодно. Ежегодная конференция. Мы презентуем сегодня бренд. Бренд под названием «Связь поколений». Одну единую общую площадку, на которой будут пересекаться только начинающие дары служения. Будут пересекаться молодые, еще может быть неопытные в чем-то поклонники, прославители, музыканты, проповедники, евангелисты. Может быть, какие-то другие дары, таланты, которые будут проявляться в светской жизни. Но, собираясь сюда, нам будут служить люди, которые уже имеют опыт. Самое главное, что здесь будет происходить, здесь будет происходить передача духовного опыта отношений с Богом, передача опыта веры, передача опыта прохождения каких-то трудных ситуаций, когда тебе человек, прошедший определенные испытания, может здесь, с этой кафедры, сказать, крепись, молись, Бог верен. И когда мы здесь, на этой конференции, ежегодно будем собираться, прославлять, поклоняться Богу, Бог будет творить чудеса в жизни молодых людей. Ты веришь в это? Ты можешь сказать «Амэн» и дать громкие аплодисменты Господу. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я верю, что завтра, может быть не прямо завтра, через несколько лет настанет такое время, когда я уже не буду организатором, организатором будут уже мои дети. Они подрастут, и ты будешь приходить сюда и видеть, как те, кто еще вчера где-то вот там был на воскресной школе, смотришь, они поднялись, стали поклонниками, прославителями. Кто-то из них возьмет микрофон, также выйдет и скажет «Эй, молодежь, мы же не пенсионеры, давайте оторвемся от земли». Давайте не будем смотреть с улыбкой, как здесь вот кто-то прославляет «Ну-ну, давай». И выйдут те молодые, которые вчера сидели вот так вот и удивлялись, они будут организаторами, а потом будут их дети организовывать, и таким образом мы осуществим связь поколений. Амэн. Давайте я открою место Писания, чтобы подтвердить это из Библии. Это будет Псалом 77, и прочитаю. Итак, мы сегодня презентуем не просто конференцию, что мы согласились здесь попоклоняться и попрославлять, и побыть вместе в хорошем общении, но ежегодную конференцию на базе молодежного служения, которая будет называться «Связь поколений». Почему тебе очень важно быть здесь в это время и в этом месте, я тебе сегодня об этом расскажу. Псалом 77, Псалом Асафа, с первого стиха. «Внимай, народ мой, закону моему преклони ухо к словам уст моих. Открой уста мои в притчи, произнесу гадание из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая грядущему роду славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его». Амин. Бог повелевает или говорит, «Я, как отец, сегодня должен передавать грядущему роду своим детям, более младшему поколению, передавать чудеса, духовный опыт, передавать славу, и ты точно так же завтра должен передать это своим детям, более младшему поколению». Если мы этого не будем делать, вы знаете, что сегодня происходит с историей России? Когда ты спрашиваешь восьмилетних детей, они уже не знают, что оказывается в 917 году была революция, и кто такой Ленин? Они этого не знают, потому что кто-то пытается это убрать из учебников. Они уже не знают многих вещей. Сегодня даже здесь, в Латвии, общество разделилось на два лагеря. Кто-то говорит, что времена оккупации, это были времена, когда Советский Союз завоевал Латвию. Но кто-то говорит, «Нет, нет, это неправильно. Вот эти вот фашистские легионеры, вот они герои». Кто-то переписывает историю. И если мы с вами не создадим эту связь поколений, то завтра наши дети, те, кто за нами идут, они скажут, «А смысл ходить в церковь? А смысл поклоняться? А зачем вообще это делать? Этого не надо делать». Поэтому наша задача, моя задача, чтобы вы сегодня знали, что Бог творит чудеса. Чтобы вы знали, судьба человека от Бога, а не от глобы. Если кто знает. А кто не знает. Не от гороскопа ваша судьба. Вы знаете, я в последнее время стал активным пользователем Фейсбука. И некоторые молодые парни и девчонки меня удивляют. Не надо мне хлопать, что я стал пользователем Фейсбука. Удивляют, что смотришь. Оказывается, там бывает, когда ты заходишь на какие-то гороскопы, это видно, да, там на страничке, кто на них там что-то. Дорогие, судьба человека от Бога. Амин. И я хочу вам сегодня сказать, что Он приготовил для вас большую, великую судьбу. Амин. Молитва творит чудеса. Вера и жизнь по заповедям Божьим, это не архаично, это не вчерашний день, это актуально, хранить себя в святости до брака. Это актуально, когда ты находишься в современном обществе молодых людей, говорить, я не поклонник каким-то современным культам, я поклонник Господа. Это актуально. Амин. Амин. И давайте разрушим всякие стереотипы и стеснения. Когда нас спрашивают, а ты что, в церковь ходишь? Да, я не только туда хожу, я еще там молюсь, я еще там прославляю Бога, я еще там стою на сцене и поклоняюсь, я еще веду домашнюю группу, я каждый день читаю Слово Божье, и я этим радуюсь и горжусь. Амин. Поймите, дорогие мои, что происходит здесь? Я хочу, чтобы мы подготовили сегодня сердца наши. Здесь передается связь поколений и передается опыт. Каждый раз, как минимум раз в год, мы будем осуществлять подобные конференции. На эту конференцию мы пригласили специальных гостей. Это поклонник, музыкант Майкл Тернер, он сегодня с нами. Давайте поаплодируем. Майкл. Он будет нам сегодня служить чуть позже. И, конечно же, пастор Алексей Ледяев. Поймите, мы хотим, чтобы нам служили отцы. Согласитесь, что без отцов детей вообще не бывает. Как кто-то говорит там, аисты детей не приносят. Если нет отца, то нет и детей. То есть отцы – это те люди, которые обеспечивают рождение детей. Отцы – это те люди, которые накапливают опыт, накапливают духовное богатство, накапливают для нас наследие. И это наследие они передают своим детям. Смотрите, у нас есть физические отцы. Не всегда нам за наших отцов радостно, иногда нам даже стыдно за то, какие они могли делать поступки. Жизнь как жизнь, так бывает. Я не хочу, чтобы сейчас кто-то из этого осуждался. У меня тоже, может быть, не очень хорошие отношения были с моим земным отцом. Я вчера даже свидетельствовал об этом на авторском вечере. Но когда мы пришли в церковь, когда мы отдали свою жизнь Богу, у нас есть не только земная генетика, у нас еще есть и генетика небесная. И если по генам земной эстафеты или земной генетики передается проклятие до четвертого рода, то по небесной генетике передается благословение до тысячи родов. Амин. И небесная генетика, она намного сильнее. Поэтому, когда я признаю отцовство в церкви, когда я признаю, что Бог приготовил для меня наследие, когда я вхожу в эту эстафету, то я получаю благословение для своей жизни. И иногда можно только удивляться, что ребята из неблагополучной семьи, но посвятившие свою жизнь служению Богу, целиком отдавшись тому, что написано в Библии, поверовав в это, становятся легендарными личностями в истории. Так есть, дорогие друзья? И нам сегодня нужно в это поверить. Амин. Смотрите, что происходит. Отцы приготовляют путь своим детям. То, куда ты не сможешь войти. Знаете, как бывают фильмы, там ограничения до 16, до 18. Но ясно, что сегодня мы включаем, и везде в интернете заходим, и все, что попало, смотрим. Не обязательно это. Все нам можно, но не все полезно. Но есть какие-то моменты жизни, опыта, в которые ты не можешь войти, потому что ты еще не знаешь, как это делается. Но когда вчера Майкл начал прославлять и поклоняться здесь, на сцене, здесь сошло облако такого Божьего присутствия. Он уже ходил туда, куда нам еще путь не заказан, куда мы еще войти не можем. Он уже приготовил этот путь. И когда мы говорим о общей площадке служения, когда мы говорим о связи поколений, когда мы говорим о передаче силы, духовной власти, помазания, он может взять тебя, как поклонника, как прославителя, и туда спокойно провести. У него этот чип для того, чтобы открыть эти духовные двери, есть. Также этот чип есть у пастора Алексея, также этот чип есть у духовных служителей, которые это уже знают, которые уже прошли этим путем. Иногда наш юношеский максимализм не позволяет нам принять стоящих над нами авторитетов, и мы говорим, да что это вот, у них вот все так несовременно. Послушай, речь идет сегодня не о современности, а о духовном опыте. И если ты не принимаешь над собой авторитет Отца, тебя туда никто не пропустит. Ты можешь пройти только, если ты принимаешь над своей жизнью отцовство. Амин. Может быть, вы уже изучали в школах, вы у себя в каких-то учебных заведениях, может быть, слышали о том, что в Египте есть такой суэцкий канал. Кто знает об этом? Ну, немногие знают. Ну, хорошо, сегодня совместно с передачей духовного опыта будет еще и урок географии. Так вот, представьте себе, этот канал соединяет два океана, два моря, там Средиземное и Красное море, которые находятся в Атлантическом и Средиземном океане. И это искусственно прорытый канал человеческими руками. Вообще, экономика Египта, она, это один из основных пунктов, который обогащает экономику этой страны. Но суть не в этом. Кто-то взял и прокопал этот канал. И сегодня, представьте себе, этот канал имеет протяженность 163, там, или 165 километров. И сегодня можно этим морским путем проходить кратчайшее расстояние, сокращая расходы, сокращая множество неудобных каких-то вещей в перевозке, которые сопровождаются перевозкой. Альтернативный путь, если ты не по Суэцкому каналу будешь пересекать вот этот вот торговый путь, а пойдешь по сухопутному пути 8000 километров. Есть разница 163 километра и 8000 километров. Но кто-то этот канал прокопал. Послушайте, кто-то потратил силы, потратил время, потратил деньги для того, чтобы сократить расходы, для того, чтобы сократить свои силы, для того, чтобы сократить свое время, даже свое сократить. И когда ты захочешь что-то транспортировать, ты можешь воспользоваться этим советским каналом спокойно. 163 километра, там, по-моему, 6 или 8 часов проходит этот корабль. Но насколько дольше, если ты будешь 8 тысяч километров ехать по земле? Так вот, так же происходит в духовном мире. Есть те, кто уже имеют опыт служения, они уже этот путь приготовили. Если ты принимаешь их авторитет, если ты принимаешь это наследие, то ты можешь спокойно этим путем проходить. Проходя этим путем, ты сокращаешь время. Ты входишь в труд своих духовных наставников. Амэн! Вы понимаете, о чем я говорю? Поймите, есть еще раз земная генетика. Когда новое поколение вошли в обитованную землю, и они не смогли завоевать всех народов, и что они передали своим детям? Они передали своим детям войну, которую их дети продолжали потом. Это может быть земная генетика. Но у нас есть духовная генетика. И обетование для нас – это священные места из Писания. Обетование для нас – это благословение, которое Бог приготовил. Но нам нужно с вами принять это Божье помазание. Как это происходит? Я открою еще одно место Писания, и потом мы будем молиться. Это написано в книге пророка Езекииля. У нас сегодня такие экзотические места. Мы читаем, чтобы приготовить наши сердца. 46 глава, 16-18 стих. Смотрите, что написано. Так говорит Господь Бог. «Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследства участника народа, вытесняя из владения их. Амин. Послушайте. Иллюстрация. Очень простая. Когда князь дает кому-то подарок, если он дал это сыну, это наследие у тебя осталось. Если же он дал это рабу, то когда раб выходит из рабства, в то время в Израиле было такое понятие, рабство не в том проявлении, как мы себе сразу можем представлять, черных, которые там на галерах. Люди, которые экономически были не защищены, они могли несколько лет работать на кого-то, это называлось рабством. Но это время заканчивалось, и они уходили потом к себе. Но то, чем они пользовались за это время в доме господина, у них не оставалось. Они оставляли это все и уходили опять влачить свое нищенское существование. Но если ты был сыном и являешься сыном, все наследие отца тебе переходит по праву. Как мы можем это представить в своей жизни? Когда я прихожу в церковь, если то, что происходит здесь, в доме Бога отца, послушайте, церковь – это дом отца, это дом Божий, если все, что происходит здесь, я к этому отношусь как сын, то наследие и опыт, накопленный служителями, которые шли впереди меня, которые делали ошибки, я их уже могу не повторять, которые могли в начале своего служения наломать дров, наговорить всякого о всякого и тем самым привлечь к себе негативное отношение, я, глядя на это, могу этого не делать. Но когда я имею к этому отношение как к отчему дому, когда я себя подразумеваю, я сын, это моя семья, это то, что в моем сердце отражается интересом, желанием, участием, но если я к этому отношусь как раб, ой, что это они тут сегодня, экран вот здесь поставили, а не посередине, кафедру вот тут танцуют, что-то поют как-то, фотограф какой-то здесь вот передо мной стоит, еще тут какая-то прическа не такая, то не то, ты завтра отсюда уйдешь, сегодня ты отсюда уйдешь, ничего из этой конференции не получишь. Но если ты как сын, ты смотришь на это и все думаешь, Господи, а я буду в этом участвовать, а я буду это делать, а я хочу, а я знаю, что все наследие, которое Бог приготовил для меня, я это получу, ты будешь благословен. Ты можешь сказать на это амэн. Давайте подарим аплодисменты. Аллелуя. Еще одно место Писания перед молитвой, это Новый Завет, Иоанна 8 глава 35 стих. Но раб не пребудет в доме вечно, сын пребудет в доме вечно. Я знаю, что каждому из нас нужно просто разобраться со статусом. Я сын. Я сын своего небесного Отца. Церковь для меня это родной дом, служение, все, что происходит здесь, хорошее или плохое. Молодежное служение для меня, это мое родное. Все, что происходит здесь, хорошее или плохое, я в этом готов принимать участие. Я на это готов работать, я в это готов себя вкладывать. И я знаю, что завтра я получу благословение как сын. Я войду в труд. Я уже не буду 8 тысяч километров где-то на верблюдах ехать. Я спокойненько 163 километрика по этому советскому каналу пройду. То, куда тебе нужно будет добираться годами, послушай, годами ты можешь пройти кратчайший путь, если ты будешь в правильном положении сердца. Не как раб, но как сын, как соучастник, как тот, который верит и знает. Это мой дом. Это благословение. И послушайте, каждый год примерно в одно и то же время, может быть, с небольшой разницей, мы будем собирать такие площадки молодежного служения. Мы будем приходить сами сюда для того, чтобы с желанием поучаствовать и получить благословение от тех, кто идет впереди нас. Есть принцип библейский. Меньший благословляется большим. Другого нет. Как сегодня мне получить те сбережения, которые есть на счету у моего отца? Мне нужно, чтобы отец сказал мне пин-код. Чтобы он сказал мне, какую комбинацию мне нужно набрать, чтобы попасть к доступу к его счетам, к тому, что он накопил мое, то, что мне принадлежит по праву наследия. И поэтому сюда будут приезжать служители. Мы будем приглашать, молиться, искать Бога, чтобы тот показал нам, кого пригласить. Кто бы мог поделиться этим духовным опытом, опытом служения. Люди, которые уже знают Бога по-настоящему, и когда мы будем приходить сюда, будем переживать огромное благословение. Сегодня нас ждет этот день, целый день, когда ты можешь погрузиться в присутствие Божье. Сегодня, сейчас Майкл будет служить, и на втором служении также нам будут служить, вы уже знаете, здесь уже говорили об этом, также будет служить Майкл Тернер, а вечером будут служить они вместе, присоединиться пастор Алексей Ледяев, и в конце вечернего служения, это будет время для особенной жертвы, и это будет служение с помазанием, когда мы будем помазывать елеем каждого молодого человека, я верю, что сегодня до конца всякие комплексы, всякое родословное проклятие, которое могло перейти к тебе по генетике земной будет разрушено, потому что генетика Божья сильнее в тысячу крат, то, куда тебе нужно было бы добираться за 8000 миль, ты можешь сократить этот путь, если ты поверишь и примешь наследие свое во имя Иисуса Христа. Давайте мы сейчас все возьмемся за руки, может быть сядь поближе к тому, кто рядом, и короткое время мы помолимся, если в твоем сердце есть ропот, это молитва, это время разобраться с этим. Закрой глаза и скажи, Бог Отец, я принимаю сегодня то духовное наследие, которое есть у меня, которое мне переходит по праву, как сыну, я не хочу быть рабом в доме Бога, я не хочу быть рабом в церкви с рабским мышлением, я хочу, чтобы Бог благословил меня, я хочу, чтобы Бог излил на меня богатство своего опыта, славы, величия, любви, пускай здесь, в этот день, дух отцовства и дух сыновства соединяется и каждый молодой парень и девчонка будут благословлены, получая это наследие, наследие, наследие Божье, наследие, которое до тысячи родов, наследие, которое разрушит всякую земную проклятую генетику, высвободит Дух Святой, помазание свое, на это время мы благословляем то, что будет происходить, мы постом и молитвой готовили свои сердца и также в этой молитве сейчас приготовь свое сердце, приготовь, 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 скажи Богу, что для тебя ценно его опыт, его любовь, для тебя ценно опыт служителей, как меньше будешь благословлен большим сегодня во имя Иисуса, Глори Блош Антала Моссей, Рен Глобу Шак Лауре, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь благослови нас во имя Иисуса Христа, Амин, Аллилуйя, Аллилуйя, и давайте мы поаплодируем Майклу, пожалуйста. Аплодируем Павелон, Аллилуйя, Синь, Глобу Синь, Павел, Павел, ốc Синь, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Show me how to love like you have loved me Break my heart, break my heart for what breaks yours Everything I am for your kingdom's cause And as I walk from birth into eternity Hosanna, 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 Hosanna in the highest Hosanna, 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 Hosanna in the highest Heal my heart, heal my heart, heal my heart and make it clean Open up my eyes to the things I'm seeing Show me how to love like you have loved me Break my heart, break my heart, break my heart for what breaks yours Break my heart, break my heart, break my heart for what breaks yours Everything I am for your kingdom's cause Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Only You can satisfy Only You can satisfy Only You can satisfy Father, only You can satisfy Only You can satisfy Only You can satisfy Only You can satisfy Father, only You can satisfy Only You can satisfy Splendor of the King Glow the majesty All the earth rejoice All the earth rejoice He wraps Himself In light And darkness Tries to hide Trembles at His voice Trembles at His voice You sing with me Come on How great Is our God Sing with me How great How great в сене и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 мы ищем Твоего присутствия быть в Твоем присутствии быть близко к Тебе мы благодарим Тебя за то, что Ты больше и Ты сильней чем любая ситуация, с которой мы сталкиваемся Ты живой Бог и Ты наш Отец и мы поклоняемся и обожаем Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тебя Дима Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тебя 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 Дима Тебя